Утекай, в подворот меня нас ждет маньяк Всем привет и... и... Ауе, жизнь варам Пацаны, здорово! А что нужно сказать, когда говорят, жизнь варам? Варам, жизнь варам Постоянно, да, вечно, братан! Вот, собственно говоря, с чего начнется наш рассказ Во-первых, если жизнь варам вечна, то работа, скорее всего, в силовых структурах, вообще в ведомствах, она не вечная И если вдруг, когда-нибудь, вы будете гулять и отмечать свое повышение в звании То, что у вас количество звездочек изменилось с четырех маленьких на одну Хо-хо-хо, иную Ни в коем случае не зовите Вашего младшего брата Ну, друга, да, младший брат Младший брат, не зовите младшего брата с собой Да, наверняка многие уже видели в интернетах Классная новость Тюмени произошла в нашем любимом городе В городе, в котором, во-первых, самое комфортное для жизни А как не быть самым комфортным городом для жизни вообще в России Если у нас классно себе, весело отдыхают и сотрудники, и... И не сотрудники И их, так скажем... Подопечные Подопечные, да, неподчиненные Даже тюрьма в центре города Да, нормально От этого и мода Поговаривают там рядышком... Штаны подкатывать откуда начали Поговаривают там самые вкусные пончики А недавно там еще и пончики открылись Приколюха Там из пацанов пончиков делают Ну я про это и говорю С дырочкой пончики или с паштаны? Да, так, с посыпкой чисто Так, ну что, новость Давай новость-то еще раз расскажем вкратце Сотрудник, как сказать, праздновал повышение в звании ему... Следственного комитета Да, сотрудник следственного комитета Довольно-таки хороший сотрудник Нормальный, да Да Собственно, он кайфовал, веселился с друзьями, с подопечными, с близкими Вел следствие, так сказать Да, вел следствие, каким образом... Да, просто отмечал какой-то праздник Да Ну, не какой-то, а именно отмечал, что ему дали звание Повышение, да Ну, обмыли звездочки, вот это в стакан водочки Я не знаю, там, как сейчас это проходит Раньше было так Да, и сейчас, собственно, его уже уволили Так В это время... Просто гулянка идет, мужики отдыхают Как оказалось, заходит тип, просто так Просто мимо шел, мимо ресторана О, ничего себе, товарищ майор Гуляет повышение в звании Давай-ка я ему сейчас немножечко повеселю Подниму настроение Классная фраза, которую он знает наверняка Где-то слышал Ну, сериал на НТВ же смотрит Ну, и, собственно, снимает его На фронтальную камеру И говорит следующую фразу Жизнь ворам, ауе Он показывает бицуху, собственно, наш товарищ майор Собственно говоря, просто попадая в кадр Да, просто попадая в кадр Никаким образом, никто не намекал И, собственно, товарищи майора Легонько увольняют на следующий день Потому что меня заинтересовал момент Почему этот видос Попал сразу в паблики Первый вопрос То есть, как он так быстро разлетелся С таким махом Да и вообще, какого черта? Ну, вообще, в целом, как бы разобраться Там человек, я так понял, не самый популярный блогер А как, если человек следак, да? Грубо говоря, следак? Ну да, следователь Следователь Он, типа, ну, никто, грубо говоря, в медиасфере, правильно? Значит, соответственно, его на видео смотрят И думают, ну, типа, какой-то тип кричит Ау, ежи из ворам и чё? Да? Странно Дело в том, что это молодого человека знает И как, да, в СМИ утверждает Что он судимый не раз Я насчёт этого не знаю Я знаю, что у него... А, вот этого, который кричал Да, да, да Частное охранное предприятие Вроде бы нормальный, адекватный, молодой человек Как говорят знакомые Сама история интересна Что она смотрится, как будто А-та-та-па, учительная история для всех Смотрите, как классно Но я, на самом деле, я увидел там реакцию в интернете Ну, сейчас мы про неё отдельно поговорим Но я ничего не вижу такого в этом То есть я вчера работал в караоке Женщина пела песню Ничего, как можно сказать, странного Запахло весной Это, ну, в феврале нормально Для женщин Вот, и в конце она Тоже в конце песни Очень сильно закричала Она всё караоке А у ей жизнь в рам Ну и что, её посадить теперь? Это романтика Уволить с караоке Ну, вообще говорят, что это Типа как пропаганда, знаешь Пропаганда вот этого образа жизни Не очень ценится Ну, а это как показательная казнь Сто процентов Вот этого товарища майора Уволили, показав Вот видите, какие мы хорошие Всё, что было раньше Остаётся раньше Сейчас мы хорошие полицейские Мы структуры МВД Приходите завтра Я пока не выучил речь Момент-то какой? Мне кажется, это Даже не смотрите, какие мы хорошие Просто почему-то очень странно Что в наше время Все вопросы Решаются только из-за резонанса То есть, если есть какое-то дело И оно приобретает Информационную такую мощь То оно сразу же Очень важное становится Его нужно решить Всё почему? На мой взгляд, почему? Потому что чиновники Опасаются чиновников постарше Прикиньте Да, стопор так и есть А что получается? Это сейчас вот что начнётся? Это что начнётся? Дети, вот следователи Грубо говоря, вот дети у них же есть Допустим, им там 18 уже И дети Ребёнок бандита Они не смогут встречаться Потому что будут бояться Вдруг их снимут на камеру Так и есть До абсурды доходят Ромео и Джульетта Получается Да, Ромео и Джульетта Только вот нашей современности интересно Где яда прикупить, знаете? Яда? Да Нет, не знаю Обращайтесь Просто какой момент На этом же портале Есть новость Про сына экс-судьи В общем, не помню В каком городе Точность не могу Которого Знаменитый случай Который в 13 лет На машине забил Троих пешеходов Один насмерть Двое на всю жизнь инвалиды И он по сей день ездит И по сей день Нетрезвый То есть, мне кажется Он с того момента Как у него бензин до сих пор не кончился Да, куда он ездит? С кладбища В этот В общество инвалидов Я брал И между ними пивнушка где-то стоит Заправляется Не, ну если он ездит на кладбище Мне кажется Там стопочки и пару И так намахивает Но факт в том Что это вообще Не последняя новость Мне кажется И не первая И не вторая И не третья Про этого чувака Которого ловят без прав Ловят в нетрезвом состоянии Здесь нет ничего Вот так вот, друзья А если есть Среди вас Начинающие блогеры Вот знаете Как попадать сразу В информационное поле И в рекомендации Во всех информационных ресурсах Вообще Почему новость Например про Рафика Про майора Разошлась очень сильно Потому что У нас, во-первых Ну любые казусы Веселят людей Любые казусы с людьми Которые с другими происходят А во-вторых Это представитель власти И люди ждут Но веселят еще В таком плохом смысле Типа не смеются А нацмехаются Да-да-да-да-да-да И вот здесь Так даже Никакого проступка Не совершил Просто В какую-то Непонятную Такую Щекотливую ситуацию Попал Представитель власти И наши гиены Сразу же Нарвались Просто прыгнули Разорвали Вот этот Инфоповод И раскидали всем Из-за этого Самые популярные Комментарии Типа Жду видео Когда его увольняют Все увольнять Таких в шею гнать надо Ни одного позитивного Даже если мне кажется В какой-то момент Я буду смотреть видео Где ребенок описывался Все будут говорят Вот Родители не следят За его мочевым пузырем Родителей в тюрьму Всех убить Посадить Вот Больше всего Вот это напрягает То есть Комментарии людей Которые Ну просто в какой-то момент Хочется написать Успокойте пальцы Долбоебы Хватит А как даже Ничего не напишешь Такого вразумительного Чтоб реально Ну как бы поняли Ну все Люди отдыхают Ну да Типа и все Представители власти Что-то развлекаются Там И Ты ходишь там Грубо говоря В какой-то бар Там И делаешь Что попало И на себя Внимание не обращаешь А на тут Смотришь Как бы И выносишь Какие-то вертики Ну вообще ребята Вот Хотелось бы обратиться Если вдруг из Тюмени Кто-то написал Например Или кто-нибудь Например Вообще из России Кто участвовал В проектах Здравый смысл И Как это И не прочитал правила И стальной характер Да Не загуглил Именно слово Смысл Просто ребята Кто участвовал В проектах Вот стальной характер Здравый смысл Короче Вы не имеете права Об этом говорить О людях Которые немножечко Не за себя Себя выдают Вот так скажем Опа Ничего себе Ма ваша прилетела Сразу Очень Ты завуалировал Да Завуалировал Да Вообще В принципе Ну вот Опять же говорю Гиены Просто напали Я ни в коем случае Не защищаю Наших сотрудников Всех В общем и целом Ну вообще Участников видео Там как бы Мы ни к чьей стороне Не Как это сказать Не отношусь Не относимся Да А кто-нибудь вообще Знает Например Бэкграунд Вот этого Товарища майора Может быть Трафик на самом деле Очень порядочный Молодой человек Просто знает Вот этого парня Который любит Выкрикивать фразы Например А вдруг Он расследует Сейчас дело О том Как Помните Эти полицейские Гаишники Прессовали Там На трассе Ну вот здесь В Некси Да Очень Агрессивно Они вытаскивали Вдруг Например Рафик Решает вопросы По этому делу Вы же не узнали А сразу начали Говорить В шею гнать Надо В шею гнать А кого не надо В шею гнать Вот Это короче Вообще Интересный момент Мы сейчас Отличемся На него Я считаю Можно на него Отлезть Реклама Вот как раз Про люди Начинают нападать Не зная Вот этого Так называемого Бэкграунда Не зная Про человека Ничего Сразу же Начинаются Вот эти вот Агрессивные Суждения Что он Мразь Я прочитаю По него Перед тем Как комментарий Нет Модно Да нет Даже не прочитаю Подумаю Хотя бы Подумать Такая ситуация Вполне возможно Неужели у вас Нет ни одного Человека Знакомого Который Отбывал Например Или Связан Какими-то Тоненькими Нитями С людьми Которые Из криминальных Структур Белыми нитями Да Ну вот у вас Есть например Такие знакомые А это же Нельзя так Ребята Вам нельзя Так разговаривать И общаться с ними Вдруг Они вас там Что-нибудь еще Какие-то у вас Были аргументы В пользу того Чтобы написать Всякую ерунду Вот В сторону Нашего Товарища Майора Вообще Я против Чтобы этот Простите Подача Отразил Этот Вообще против Чтобы что-то Увольняли Или что-то делали За видос Так это сейчас Так и делается Просто резонанс Понимаешь Приобретает Никто не раскрутил Этот резонанс В сторону того Что типа И что Что такая Это очень глупая ситуация То есть по сути Ситуация Ну никчемная Ничего на этом видео Не произошло Люди отдыхают Люди Интересно А если бы он крикнул Типа А у е жизнь варан Варан Жизнь варан А у е Да А у е Жизнь варан Они бы типа Ну Доколупались до букв И сказали Типа А ты не варан Сказал Ладно В этой программе Мы пригласили Человека Который Как Что это называется Логопедическая Экспертиза Знаете Он сказал Жизнь Просто жизнь Без буквы Н Жизнь варан А о е Что мы можем Трактовать Что он За бандитские Структуры В ящерных Семействах Давай его уволим По ящерной Сколько хамелеонов Погибло В этой же Вассе Ну это вообще Ерунда Все понятно Все понятно Почему Варан Это знаете Кто такой А это Игуана Ну варан Такой же Игуана Вчера пила Песню Бутырка Игуана И варан На самом деле Это короче Непонятно Типа знаете Как самка И самец А нахуй Как сука И кобель У них же У собак По другому Разного Игуана И варан Давай Как еще По другому Ирак И Иран Какая-то страна А какая Игил И тагил Наверное Так По любому Тагил Потому что Игил Пиздец Не по мужски Поступаю Короче Репутация Пацаны Из-за репутации И так В принципе У МВД И у всех людей В погонах Репутация Ну Не к черту Так скажем Не к черту Подождите Знаете Что надо сделать Я придумал Я придурок Я придурок Пацаны Я придурок Нет Подождите Я придурок Но я придумал Этот Знаете Что надо сделать Надо запустить Вообще Тормозите Этот Еще раз Я если честно Не знаю Как АУЕ Расшифровывается Арестантский уклад Един Арестантский уклад Един 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 Да Ресторан новый Смотрите Арестантский уклад Един Давайте Блин Если у нас есть Короче Надо просто Запустить флешмоб Да Поддержку Этого типа Короче Чтобы люди Которые Типа Причастны К этим Структурам Типа силовым Там суди Там адвокаты Кто там Геи Кто там Еще Ну как мы выяснили Вараны Игуаны Вараны Игуаны Короче Вот эти масоны Сараму В общем Сараму Сараму Да Короче Люди Которые Причастны К силовым Структурам Да Сказали Весело На камеру И показали Бицуху Типа АУЕ Жизмара Сказали На камеру И показали Бицуху А что это значит Типа Бля Типа Ну Чтоб показать То что это Ничего не значит Чтоб показать Чтоб показать Что ничего не значит Ну Как вот Как вариант Вот допустим Типа Как люди Типа боятся Кидать Зигу Типа Схуяли Ну Типа Почему Не гинуть Зигу Почему Если мы Все будем Кидать Зигу Мы Обесценим Этот жест Он не будет Ничего Значить Мне кажется Во время Фашистской Германии Они тоже Так думали Нам надоело Нет Они же Типа Они же Типа На серьезке Это делали Типа И для них Это имело Значение А если К этому Подключаются Все люди Это становится Ну и вносит Какого-то Другой Смысл Никакого Никакого Нет А у меня Жизнь ворам Не трогайте Нашу Немецкую Зигу Предки Советских Победителей Мы вас Спросили Не трогать Нашу Советскую Землю Так мы Не тронули Мы так Постреляли Вы Как дают Пиздов Давать Четыре Года Подряд Вынимали Дуло Из жопы Вынимаем Самый Интересный Момент Ты говоришь После этого Флешмоба Ему А зачем Ему туда Возвращаться Если человек Собственно Говоря Продолжить Карьеру Продолжить Делать Хорошие дела Он и так Будет Хорошие дела Делать Просто он Понял Что здесь Его Не ценят А на самом Деле Я наоборот Думаю Флешмоб Может Знаете Какую Сторон Раз Это Работает Так Если Вдруг Хитренькие Мои Ребята Евречки Подтягивайтесь Сюда Человек Минуту назад Про фрошистов Говорил Еврейчики Подтягивайтесь А они тебе доверяют Никакого антисемитизма Просто не люблю Обрезанных И вот Сказал Как избирательный Пидор В общем Ребята Рассказываю Короче Супер Флешмоб Для хитрых Если вдруг У вас Есть какой-то Мент Незнакомый Точнее Который вам Немного Поднасрал И Кому вы хотите Испортить Судьбу Просто Рядом с ним Кричите Подходите А уезжий Из ворам И все И щекотите За бачок Чтоб он смеялся Чтоб на видео было А вот он веселится Я говорю Берете телефон Подходите Эй братан Покажи бицуху Свою Он пока Снимает куртку Показывает А уезжий Потом подкладываете Потом подкладываете А вот такой Все нахуй Поувольняем Полностью Мне кажется В какой-то момент Все это перестанет работать Нужны новые ловушки Будут То есть Какие могут быть Новые ловушки Что у нас запрещено Еще так говорить Про религию А вообще Я не знал Что запрещено Говорить Блин Ну прикиньте А вот Например Это не запрещено Это не запрещено Это вообще считается Ну не запрещено Но все равно Относится к таким Это относится К определенным Правилам В таких Обществах Надо это прописать Когда принимают На работу Блять Людей Ну как вот Типа Я не знал Что нельзя Кричать А тут не несет Он такой Как бы Загонодательный Он моральный Типа Больше За мораль Женезя увольнять Не может Аморальный человек Работать В правоохранительных органах Ну чисто Если не может Аморальный человек Работать В правоохранительных органах Тогда это тоже Надо внести В перечень Аморальный человек Вообще нигде не может Работать Нет Ну типа Амораль Ты хрен определишь Поэтому мы здесь Поэтому нужно Определять точно Типа Что можно Что нельзя Можно вести соцсети Допустим Окей Типа Но нельзя Там говорить А уезжать ворам Нельзя там говорить, что патриарх Кирилл на самом деле без одной L пишется. Кирилл. Просто коротко. Кири. Кирилл. Кирим. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл. Это пародия Болливуда. Да не, вообще, в общем и целом, это, говорю, показательная тема, но непонятно. Я вам напомню, летом были сотрудники, прям были на видео, били женщин. Ебать, как гордо. Прям гордо становится. Такой, нифига себе, какие у нас вообще менты. А здесь чувак, бля, вы видели бицуху у него? У кого? У товарища майора. Ебать, он шлепнуть может, он и ОМОНовца может вырубить. А глаза видел, какие добрые у него? Да, вам такие люди нужны, ребята. Да, конечно, добрые. В какой-то момент... А что следователи делают? Расследуют. Расследуют следуют. Какие, типа, уголовные? Ну, короче, смотри, есть вот ППСники, ну, патрулей, которые ходят в бесформенных куртках круглогодично. Да? Ну, это мой. Потому что там на случай, если должен поместиться второй сотрудник. Модники, они дефилируют по городу. Есть опера, ну, оперуполномочный. Оперативный сотрудник. Он в чем его тема? Оперативность, типа, в стволерчик надо, там, по ходу, по ходу, киналок. Ах, ну, в тюрьм, 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 тюрьм. Тюрьм, 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 тюрьм. Все, он приехал. По коням. И, да, и тут говорят, бля, мы не можем справиться, мы не можем решить это дело. И тут... Тюрьм, 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 тюрьм. Товарищ следователь приехал. А, блядь, уехал, нахуй, я же уволен и всё, и поехал заниматься своими делами. Вот, собственно, следователь следует. Ой, мазафакер. Чего он объяснил, просто я прям комикс посмотрел. Знаешь, я иногда это думаю, когда какое-то странное дело заводится, я думаю, блин, вот суд присяжных если бы был, то вот тут очевидно бы люди были против того, что человек виноват в чем-то там. А вот в этом деле я понимаю, что даже суд присяжных не прокатит. Короче, я думаю, что нельзя сейчас суд присяжных создавать, потому что в суд присяжных попадут люди, которые в комментарии пишут. Да, да. Все, надо увольнять к чертям. Ничего себе. Хочу поставить видео, где его увольняют. Бля, вы вообще не думали, что, например, у нас в России суд присяжных может состоять из полицейских, из прокуроров, из судей, в конце концов? Ну, прикиньте, типа, бля, у меня сегодня рабочий день, но что-то дел нет. Пойду посижу, хуй знает. Там народы что-то почитают. А вообще суд присяжных из кого есть положительных граждан? Вообще я не понимаю. Вообще судей как выбирают? А тут, прикиньте, что ли? Судей учатся образованием, получается. Ну да. Ну да, да. Они работают тоже в органах, мне кажется. Потом говорят, вот ты справедливый. А присяжный может дать? И телевизор, давайте кого-то нахуй осудим. Я этого пидора в химках видел, деревянными членами торговал. Ну, такая щепетильная тема, щепетильная тема, ребята. На самом деле, щекотливая даже. Щекотливая, да. Как бы нас за ОЕ, конечно, но мы не сотрудники, к счастью, к сожалению. Так, я вот настолько в этом всем не секу, но мне так что-то захотелось куда-то туда попасть. Куда? Ну, не в тюрьму, а хотя бы, ну, типа, там вот... Хотя бы в вор-арту. Вот, типа, чтобы ко мне приходили и говорили, типа, вот у нас сотрудник, типа, следователь сказал, а уезжай ворам. А я, чтобы выносил, типа... По особо важным видосам. Да, а я бы говорил, типа, и чё? Ну, типа, и чё? Он сказал, это так? Ну, общественность возмущается, что нам делать? По поводу возмущается. Ну, вот у нас человек в органах работает. А тут он, сказали, ауе, а он не убил и не задержал этого человека. Покажите фотографии человека, который возмущается. Вот, блин, вот, а есть у него в должностной инструкции было написано, что надо сделать, когда человек скажет на камеру ауе, жизнь ворам. Когда ты не при исполнении, на секунду. Тем более, да, не при исполнении. Надо, а прикиньте видос, типа, типа, стоишь рядом, типа, допустим, он твой друг, ну, типа, блин, на веселе чё-то крикнул, вот такое. Ауе, жизнь ворам, он кричит. И ты, как следователь, понимаешь, тебя снимают, и сейчас я ему должен ёбнуть. И что, вот если бы хлопнулось в этом видосе, он бы нанёс тяжкий удар. И там сказали, вот, всё, правоохранительные органы гуляют, напились, набили человеку морду. А что он сказал? Он просто же сказал. Крикнул, да. Причём сказали, уволили его в связи, там, с неподобающим поведением и в связи с... Короче, типа, он присягу принимал, и тут он как будто бы её предал. Прикинь, он стоит, когда получал, ну, Летёха же становился всё при... А не Жельтёха, там, присяга. Наверное, я не знаю. Ну, без разницы. Присяга, там, та-та-та. Клянусь. Каким-то интересным образом отреагировать на фразу Ауе, жизнь ворам. Когда я отдыхаю. На самом деле, за него волноваться-то точно не надо. Во-первых, он может сейчас нихуёво тренером устроиться. По мотивации. Банки видели нихуя себе, там, такие банки, бля, ребята, там у него всех тренеров есть. Да нет, как бы тут вопрос, мне кажется, вот как раз в обществе, которые вот это всё обсуждают. Да-да-да. То есть, я реально, я зашёл в комментарии, вот вы посмотрите, любой видос найдите, это всё, там, один негатив, никто не пишет, и чё, и что. Жёстко, жёстко. Каждый считает, что нужно харкнуть. Тот, что... Тот, что... Тот, кто думает, типа, и что, он и не пишет, типа, комментарий, вот чё. Это проблема. Ещё раз так. Тот, кто думает, что, типа, ну и чё, типа, блин, чувак. Не пишет комментарий. Да, он пропускает, короче, а это получается плохо. Зачем ты пишешь? Ну давай, будучи ты человеком, который не думает, а пишет, вот... Получается, я понимаю, я понимаю свою теперь мотивацию, что нужно написать. То есть, если я такое увижу, надо написать и ответить тем, кто пишет плохо там. Я понимаю теперь это, нифига. Ну это вообще нерабочая тема. Нерабочая, ну пусть вот, когда такой же там человек, как Дима... Капля в море, но капля. Да, да, да. Как Дима зайдёт, типа, посмотрит комментарий и увидит, что, а, вот есть адекватный человек, и я тоже подключусь, поддержусь. Присоединюсь, и уже противоборьба такая пошла о мнении. Ну видишь, у долбоёбов просто эта тема лучше работает. Что он видит, что, о-о-о-о, тут, бля, поле ебло. Тоже о нас сру. Наверное, да, напишу. Не, понимаю, что в какой-то момент вот старое название тролли, да, были тролли, типа, троллили друг друга в комментариях, но это уже не смешно. Это вообще не смешно. То есть там в комментариях там лол, там какие-то вот, ну, я не знаю вообще, вот этот сленг. Я первый нах, там и так далее. Все вот эти сленги в комментариях, но сейчас это всё, это превращается в какое-то... Дерьмо. В дерьмо, да, это если коротко говоря, а вот в моральщине вот это прям слово такое, моральщина, это как будто тряпка половая вот лежит, моральщина. Вот они её вот выжимают из неё какой-то дичь. А ещё я вам точно скажу, короче, люди не отражают вообще того, вот вы говорите, типа, задумались ли они о том, что, типа, за плечами, да, у человека вообще какой бэкграунд, бэкграунд. Вот. Нет, не задумались, потому что для них он как этот, как персонаж какого-то мультика, как будто что-то, что не происходит здесь вправду, типа, они не думают, что он реально работает, типа, на работе как-то там, ну, семью. Да не, вряд ли, блядь, я не так думаю. Вообще нет. Типа, вообще нет. И я понимаю, что, ну, вот на мои видосы тоже там пишут иногда, типа, что-то невообразимое. Заходишь, вроде нормальная женщина, типа, там, с детьми, там, туда-сюда написала мешок с костями, отвратительно, мне написала. В комментариях. Да, я говорю, спасибо, очень неприятно. И та, ну, типа, это где-то в паблике было. Взрослая женщина. Да, просто взрослая женщина. Старуха ебаная. Тебе нос сломали. Шамотра, блядь. Она в директ написала, в директ написала, извинилась, короче, ну, поняла, что я... А, ну, извините, пожалуйста. Скиньте ссылку, я вам в директ, что извините. Что я реальный человек, как бы, это-то. А когда она это смотрит, она думает, что, ну, это мультик какой-то. Ну, блядь. Что, блядь, за Никки Водиум, блядь, вышел. В принципе, в общем и целом, у нас отношение к ментам негативное. Плохое, да. Сразу же люди начинают... Согласен. А что это значит? Значит, в целом у нас отношение к власти, не только к ментам, к власти, к власти имущим, у нас очень плохое. Да. И никакой офциал, который говорит о рейтинге доверия президенту и всем-всем-всем, у нас не работает это все. Абсолютно согласен. Знаете, если бы все было так честно, я не понимаю, почему бы им, ну, типа, не вести блоги, да, грубо говоря. Там нанять, типа, сотрудников. Ну, вот, полицейским, там, этим, типа. Аккаунт, отделение. Да, чтобы сделать прозрачный, типа, и сделать свою репутацию чище, короче, как-то вообще говорите о себе, типа. Я придумал, если что, видос в ТикТок. Карманы, в которые можно подкинуть наркотики. Брандс. Файн у меня кейл, фейл, фейл, сейл и нэр. В этот подкинем все походу. Короче, меня больше всего напрягает именно история с мнениями людей, как бы понятно, что... Вообще, даже если, вот, отталкиваясь, уже не отталкиваясь от этой истории про товарища майора и так далее, то есть это просто какая-то дичь. Вот, единственная, наверное, просьба вот в этой истории, вот, правильно Рома сказал, если увидишь и с чем не согласен, реально, просто мимо даже, мимо не проходя. Они же написали свои пять копеек, вот эти агрессивные. Да, да, да. А ты напиши. Получается, прикинь, первый раз. Без агрессии только. Первый раз в натуре. Ну, может быть, не первый, может, я забыл, типа, но вот сейчас я явно вижу, что действительно я тут должен высказаться, ну, типа, в комментариях. Это какая-то, ну, типа, весомая вещь. Короче, я вот не прошел мимо, 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 мимо видоса, где, короче, ученик, что он там... Короче, напал на учителя. Так. На информатике, на молодого, ну, относительно молодого, просто мужчина. Он на него напал, они начали, собственно говоря, там, бороться, что-то там... Ну, начался, вот прям драка началась у учеников. Было дело. И люди пишут, опять же, все, это родители виноваты, это то. Ну, вот я точно знаю, работая с детьми уже, ну, не скажу, что огромное количество времени, но я точно знаю, что даже самый тяжелый подросток, ну, типа, просто так не сможет напасть на взрослого человека или на учителя, потому что без давления учитель. Ну, да. То есть никто... И я начал там просто спорить с людьми, люди просто спорят, толбоеб, блядь, таких в тюрьму сразу здесь, что, блядь, сажать, нахуй. Как вот про коронавирус писали, нахуй, вы нам больным? А там он просто сильнее показал? Да нет, там какая-то, короче, возня, ну, человек какой-то... Возня, да. Он его хотел выгнать с уроку, а пацан что-то не хотел уходить. Тот начал вставать, что-то, ну, не вывез, просто пацану, ну, нормально на словах объяснить. Начало дергать что-то, и начали они, ну, просто схлестнулись в этом поединке, да. Ну, просто что-то там возиться начали, и всё. В двоичной системе. Нет, ну, у него гормоны сейчас играют. Это вторая, это первая история, и вот, ну, то, что я там прокомментировал. И вот вторая тоже история, недавно показывали по Первому канал, да, я смотрел там. И, короче, тоже восьмиклассник ударил женщину-учительницу. Она у него выдернула, подошла, выдернула у него наушники, и он там и хлоп-хлоп, короче, там. Капец. Пару раз и ударил. Шёсткая. Ну, короче, это был, потом он ударил учительницу, потом разбил окна в кабинете, и... Криком, прикинь, криком разбил окна, залез на потолок в 360-х повернул голову. И чуть-чуть порезал себя, и резал себя ещё стоял. Потихонечку. То есть это, короче, в какой-то момент, вот как ты думаешь, в какой момент это могло произойти просто со взрослым человеком, не обязательно с подростком? Да, довела, она меня заебала, эти домашние садыни. Вот, блядь. Да всё, конечно, но это вообще возня. Я не понимаю. Ну, блядь, довела училка, ну не может просто так среагировать. Да, просто взрослая женщина, вот эти вот педагоги с большим стажем, которые уже озлоблены на свою работу из-за маленькой зарплаты, там, и так далее, короче, ну, неважно из-за чего. Из-за личной жизни, а тем более женщины ещё будут. Маленький член ещё. Это обидно, а во-вторых, ну, на всю жизнь ей таскать его. Вот, ты снимаешь перед училкой, она смотрит. Там потом, а голову ты дома не забыл. Не помыл. Это весь. Я учил. Вот, и короче, там оказывается, что она там и через старшиков, его там давила, что там приходили, короче, к нему старшики, но типа не доказали, она, я им сказала, не нужно его трогать тесто. Они там приходили, кричали ему там типа под окном. Ну, представь, ты дома сидишь, у тебя там семья, у неё там семья ещё не супер классная. Ну, они тоже подкрикивают, пидор, пидор. Наушники выдирают. Ну, короче, не самая благополучная семья, они там стояли у неё под окном, мы сожгём тебя там, ну, и, собственно, восьмиклассник. В восьмом классе, что у тебя с убертатными всякими вещами? Просто хоть что скажи. И тут просто женщина давили. И, соответственно, как бы вот и начинается этот резонанс. Да, таких детей надо сразу ограждать. В колонию малолетних, в комнату полит. Сука, если ты не смогла объяснить на словах, ну, и тот же учитель, если ты на словах не получилось у тебя, уходи, блядь, иди сторожем, нахуй, работать. В Ашан, В Ашан. В Ашан. Мы же поняли, что это, блядь. Это же спартанская, нахуй, пропасть. Ашан? Да, 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 учителя, ну, вспомни, блядь. Вот этот тип, который, информатик, он, вот за что он мог пизды получить. У учителей же такие шуточки интересные бывают. Ну, чё, учим Паскаль, я твою сестру Ласкаль. Какой-нибудь идет тип, хуйню сказал, ну, молодой человек сказал, ну, какой-нибудь пацан из класса, извините, там, вы не правы. Да ебаня, чё я. Я директор, нахуй, мне приезжаешь. Я, если знаю, нахуй. А еще сегодня мы, видос я себе уже скидывал про, короче, завуч вызвала... Директор школы. А, директор школы? Еба. Удачи. Девочку у какого-то там класса, короче. Про толстые ляжки я тебе показывал. Старшего класса вызвала, девочка там, сняла на видео. Да. Типа, ну, поначалу, блядь, максимально, ну, короче, уже на грани, но корректно это все звучало, понимая, что, типа, юбки в такой форме носят девочки, у которых чуть другие формы. Да. Типа, вот так. Но потом ее толерантность, блядь, упала с утеса, и она говорит, да у тебя ноги толстые. Да, да, да. Не надо тебе такие вещи носить, у тебя толстые ноги. Ну, судя по голосу, она как бы тоже не фанатка юбок. Да, сразу же толстых людей слышно. Да, да, да. Толстых сразу слышно, прикинь. И видно, и слышно. Кинь в меня котлеты, и отойди, блядь. Нет, можно... У тебя толстые ноги. Ну, блядь, ну, что за педагогика я вообще... Я бы разъебал бы, наверное, директора, если честно, если бы моей дочери так сказали, иди нахуй, блядь. И потом, короче, да. Ну-ка снимай, блядь, юбку свою, посмотрим, что у тебя там за ляжкой. На твои ноги посмотрим. Понятно, что еще в какой-то момент это еще перетекает вот эта вот родительская понятная агрессия, но школа то место, когда вы выращиваете вот этих комментаторов, которые, ну, собственно, и люди, которые комментируют подобные, ну, опять возвращаясь в видео, там, типа, что посадить его в тюрьму и так далее, им же не 15 лет, им даже не 20, им 30 и более. Да, надо их посадить всех тогда, чтобы они подросли, хотя бы еще на лет 15. Может быть, их еще раз в школу. И потом выпустить. И вот, и, короче, связывая все это, нужно открывать школу милиции. Вновь. Да вы, блин, короче, вот возвращаясь к истории Рафи, как возвращаясь к истории товарища майора по поводу репутации, не только в полиции же, в школе, например, так же, если в школе что-то произошло, там, с учителем или еще что-то, пытаются же задним числом всегда уволить, и там еще какую-то суету навести, что, типа, у нас все нормально, этот человек уже уволенный, там, наморосил. В компании в любой, например, его часто тоже слышал. Пришел такой со старой работой. Вот мы ничего не постим, там, туда-сюда, мы не ходим на митинги, потому что у нас, типа, нас могут уволить. Ебать, за что? За что, блядь, за митинг, нахуй? Ну, это еще момент такой, то есть, им не говорят, мы вас за это уволим. У людей сразу в голове такое. Ну да, да, да. Не только мы пойдем на митинг. Я хочу себе зарплату побольше, просто, это у людей страх такой. Я реально работаю хорошо. Типа, мне этих денег, типа, и не хватает, и я могу, типа, работать еще лучше, но если мне доплатят. Но подойти к начальству с этим вопросом, я уже не могу, потому что я... А вдруг они скажут, ну, не охуевле ты, и будь ты уволен, будь ты поволен. Да, так не будет. Ну, короче, вот про репутацию. Бля, вот на самом деле, вот и без этого видоса, и без вот этого увольнения, во-первых, без видоса репутация не чище у ментов. Ну, типа, она не запятналась жестко. Давайте так, вот честно говорить. Конечно. И этот видос не добавил говна, блядь, в цистерну говна, которая уже есть. Да. И, типа, увольнение Рафика тоже не добавило, типа, не... Добавило, получается. Да, говна добавила, в смысле, не откинула из этой цистерны говна пару лопаток, типа, добавила. Короче, оно не откинуло, это просто маленькие камушек, которые в бочку кинули, тебе брызнуло. Ну, типа, ты стоишь весь в говне, и вот увольнением, да, ты знаешь, вот так, как в этом, блядь, в фильме Джентльмена Удачи протер. Да, смотри, не... Подождите, логическая же цепочка, да, вот, грубо говоря, вот мы с вами правительство, и мы такие думаем, блин, надо улучшить имидж, типа, это. Вот мы сели с вами за стол и думаем, типа, увольняем этого человека либо нет. И, типа, проверили комменты плохие. Так, мы, если его уволим, первым делом, мы, если его уволим, получается, эти люди, которые кричали, скажут, во, какие мы молодцы. Нихуя, так же не произойдет. И всем похуй. Да, они скажут, ой, вы такое же дерьмо, типа, выкинули одно дерьмо, вы все равно дерьмо. А для нас, вот, типа, для тех, кто хотя бы, ну, чуть-чуть глаза приоткрыл, чуть шире, чем у болеющих нынче, вот, для нас они стали еще хуже, получается. Ну, не знаю, тут, короче, если прям, прям все вот так вот, все в одну гребенку грести, конечно же, это все, это мы ничем не отличаемся от комментаторов. Так получилось. ну, мы же не это не к правительству относятся дело, это же к этим, к руководству, руководству, да, 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 именно я сегодня, знаете, какую крутую вообще, крутой видос посмотрел, про конфуция, к нему какой-то молодой пришел, царь, ну, или кто у них там, блядь, ну, пожевать президент, император, президент Китая тогда, когда, ну, император, ну, блядь, человек, который всех ебет, молодой приходит, говорит, слышь, брат, как мне вообще, брат, как мне, блядь, поступить, я не в курсе, натуре, блядь, с телкой не вывожу, нихуя, блядь, там на хате матушка тоже ругается, я, говорит, что мне надо сделать, чтобы не уважали, он говорит, брат, слушай, у меня пиздец тоже проблемы, блядь, у меня имя такое, что, пиздец, приору хотел взять, блядь, бабок не хватило, на девятке китаюсь, блядь, пиздец, и, короче, он говорит, что сделать, типа, как сделать так, чтобы люди не бутовались, там туда-сюда, говорит, вообще людям нужен пример, и по факту у нас, ну, более младшие, там, начальники, ну, который, кто его там увольнял, генерал, полковник, там, я не знаю, полковник, там, не знаю, кто из-за этих типов, там, и полковники, они, они сделали так, как сделали бы его начальство, их начальство, соответственно, то есть, если бы у нас, там, какая-то возня в Америку, то есть, например, с каким-то крупным чиновником, сразу, ой-ой, давайте-ка подметемся здесь. Вы подметаетесь, подметаетесь, а вокруг вас куча дерьма, типа, ну вот этот, блядь, кусочек кафеля, который так уже в говне измазан. Но подожди, подожди. Очищенное место же попадает в новости. Очищенное? Да. Да от него же пахнет. Ну, через телевизор это не видно. Ну, типа, у тебя лежат куча вот навоза, да? Наху я это сказал вообще? Лежит маленький кусочек ковролина, на который нассал окошко. И ты пришел, и нет того, чтобы постирать, ты с него вот так вот подмел, ну, воняется, все равно запах-то. А ты такой... Я ничего не чувствую, все по кайфу. Пиздец, Серега, метафора. Ну, короче... Ну, ты тупой демастер. Почему? Ну, это он про тебя же рассказал, как ты зашел, там ковролин подмел. Ну, так что это? Нет, это я про ментов говорил. Что я сделаю? Да нет, и про школу такая же. Прошел же тебя. Короче, вот, давай протянем вот эту линию, короче... А я один раз вот про школу это... И перебьем меня нахуй, давай говори. Ну, про школу, ты же там на другую куда-то переходишь. Да, да, да. А ты тоже протягивать хочешь. Я, короче, это... Понимал, что учителя, ну, лошад, короче. Ну, типа, понимал, что его лошад и его уважают. А у меня, короче, троек не было, ну, типа, за четверти. То лошадь-то и не за что дай его. Нет, вообще, типа, по всем предметам. А он тут, типа... Это лошадь, значит, тебя не за что, братан, да? Ты сейчас, типа, у меня вообще троек. Собственно говоря, вся история. Ну, хули, ну, пятый класс, старался. Как мог, нахуй. И, короче, я его начал, ну, типа, поддерживать, типа, остерегать от тех, кто его лошит, короче. Ну, типа, просить их замолчать. И, типа... Солшище! Ну, и сам себя вёл хорошо на его уроки, как бы, чтобы он подумал, что он, типа, влияет на меня. Ну, короче, я не знаю, почему я так делал, блядь, но я так делал. Типа, я сидел ровно, типа, чтобы он увидел, что его кто-то уважает. Вы что думаете, блядь? Первый раз в жизни у меня за четверть-тройка, нахуй. В натуре? Первый раз в жизни. Почему? Вот у него. Я хуево знаю, как это работает. Может, он подумал, что ты над ним издеваешься, потому что все вокруг его лошад, а ты, типа... Да, я, типа, выделяюсь. А ты, типа, выделяешься, и, типа, наоборот... В него стулом кидали люди. Типа, гиперболировано, типа, над ним издеваешься. Блядь, вы вот, пацаны, короче... Стулом кидали. Да, в него стулом кидали. Он что, преподавал рестлинг, блядь? Я говорю, вы что, ебанутые, типа, пацаны, успокойтесь, типа, нахуй так делать. Вы не думали вообще, что в школах работают 90% закомплексованных людей? Во-первых, одна половина, которая не очень бы хотела учиться, ну, работать учителями, работают учителями, потому что, типа, ну, блядь, а что еще? Что еще делать? Поступлю на педагогический. Да, я что-то ничего больше не умею, кроме как нихуя не делать. Не, в какой-то момент... А другие говорят, типа, ой, вы знаете, я педагог от бога, я люблю очень работать. Ну, они хорошо работают, но они закомплексованы, потому что, блядь, типа, ты понимаешь, что у тебя такой скилл, такое умение, которое можно применить, пиздец где, у меня самая шикарная была классная руководительница, короче, до девятого класса, Светлана Петровна, короче, Мяснякова, она преподавала женские труды, и вообще просто всех вертела, отвечаю. Она так приходила, на Оливье. Она так приходила, а я тебе реально говорю, она так строила жестко, и типа, ее было... Она всех свертела на скалке, которую мы сделали на мужских трудах. Короче, ее было не страшно, типа, когда она приходила, но все понимали, что нужно закрыть, короче, лица, да, она приходила, и одну и ту же фразу постоянно говорю, так, я не поняла, вот она я, глазоньки-то подняли на меня, родители-то давно в школе у нас были, и все, вот так вот, чисто пончинула, и все такие, глазки подняли, такие опустили, и все к ней всегда приходили за каким-то советом, потому что, ну типа, вот просто там, я, блядь, влюбилась, Светлана Петровна, помогите. Все, они приходят, и я к ней подходил, там, у меня не всегда же, там, супер классная, там, в жизни, в семье, счастливая семья была, и как бы, а к ней тоже всегда можно подойти, и она реально просто раскидывает, и вот я считаю, что это и есть, это жестко у тебя повезло, можешь перестать удивляться всему, что я говорю, блядь, это удивительно, в смысле, блядь, очень мало нормальных учителей, и вот, и поэтому, как бы, я думаю, что, про то, что ты говоришь, это, наверное, в процессе работы, мне кажется, не дети их доводят до этого, а начальство, которое... Начальство, во-первых, ебать, тебя каждый день угнетает, и ты думаешь, я ебашу, не покладая рук, а получу за это 35 тысяч рублей, в лучшем случае, угнетает в общем ситуация, тебя на работе не сильно... Я вкладываюсь, пиздец. Работа, во-первых, работа, блядь, по сути, должна пиздец престижной быть, очень важная профессия, учитель, например, но ее никто не уважает в России, поэтому ты постоянно угнетенный. Про моего учителя, как скажете, у меня просто не закрытый, это вот, ну, типа, этап в моей жизни, когда я не разобрался, да, я вообще, я не понял, реально, типа, я его поддерживал, я видел, я типа, понял, я смотрел ему в глаза в знак того, что, типа, не бойся, типа, все в порядке, я, если что, типа, защищать тебя буду, типа, я здесь и, типа, веду себя хорошо, нормально, ты, у тебя получается, у тебя, типа, получается обучать, вот, я делаю этот вид. Три, блядь. И все, я вам говорю, я вам вот... А может быть, это получительное три? Как это было? Я получал... Как дальше было, типа, я думаю, ох ты пидорас, короче. Я, грубо говоря, я на следующий прихожу, снимаю, ну, эти, трусы, снимаю туфли, ну, и все, иди, короче, говори, блядь, что хочешь, короче, все, сижу вот так вот, все, и он что-то просит, я иди нахуй, все. Ну, прям вот, что ты не иди нахуй, я могу сзади, короче. Ты такой, блядь, как работает нахуйся. да, да. Хуяк пять, а напротив, урок по унижению людей, а, блядь, все понятно, я сижу, блядь, целую четверть, ахуяк. А я путаю, блядь, с уважением, она же в четверг у нас, блядь. Знаешь почему? Когда все были против него, а ты был за него, он, короче, думал, вот суки, ну, смотрите, я отомщу вам, я поставлю тройку, сука, даже тому, кто нахуй за меня, чтобы все, бей своих, чтоб чужие боялись, понимаешь? Уль по-любому в ту четверть и сидел один, всех, у всех пятерки, один Рома, три такой. Поняли, уехали, у вас ничего не получится. Вы меня уже, не, у меня тоже такая была, пришла как-то, короче, практиканка, или как она, она вообще от жизни охуевает, говорю, там мы еще в девятом классе, просто, у нас был девятый В, это самый отстойный венеролог, я не знаю, девятый В. Класс коррекции, коррекция. Да, воображаемый, воображаемый класс, там, бля, вы не замечали, что девятый класс, это всегда пиздец, вот самый пиздец, всегда в девятом классе. Самый пиздец всегда там. Знаешь почему? Потому что ты же можешь соскочить после девятого, если что? Нет, не просто еще интересный момент, что уже в девятом классе тоже есть последний звонок. Да, да, типа, задумайся, долбоеба. Да, вот видите, блядь, вот ребята, короче, у меня в девятом классе был последний звонок, и потом я пошел, доучился до одиннадцатого, ну я нормально учился, я там даже, блядь, на серебряную медаль претендовал, в первом классе еще. И в одиннадцатом классе тоже последний звонок. Значит, сука, если назвать что-то последним, оно не будет последним. Поэтому, чё, ебланы, которые говорят, крайний, блядь. Плоть, плоть отодвинься. Вот был смысл сегодняшнего подкаста, друзья. Нет, и короче, в девятом классе мы тоже учительница, там, ну вот этот, тупые приколы, типа, милом руку, вот там, на спину, и там приклеил, там, это, ты поделал? Нет, я никогда этим говном не занимался, вообще, то есть, ну, я всегда, и плохо, что я, типа, ничего не говорил против этого. А я вот боролся. Не собираюсь сейчас, ты сейчас строишь, но я никогда с таким тупым, такой не занимался, мне было не весело. Нет, я просто моросил на уроках. Моросил, ну да, прикалывался, типа, ну, там, шутил, да. Ну, просто порваться, там, не знаю, в наше время еще, прикиньте, не было телефонов, когда можно было в видосы залипать, ебай, я бы стопудово на биологии бы садил. я не представляю, как можно сейчас учиться в школе, нахуй надо, ну, конечно. Капец в телефоне, как интересно. в некоторых школах же запрещены телефоны. Вообще, как? Ну, типа, просто, ты приходишь такой, блядь, обожрался еды в столовой, такой, обосрался, если мне сейчас, вот, я на полном серьезе скажу, если я сейчас ребенок, и учусь, там, восьмом, девятом классе, и мне запретят телефон, типа, проносить школу, у начальной школы, это будет первый предмет, который я засуну себе в жопу, и пронесу, это, ну, по-любому, потому что пиздец, как в телефоне, интересно, ну, типа, и пусть они за мою жопу тогда платят. Короче, все. Очень много, очень много всего. Я просто думаю... А второй предмет будет география. Я вот думаю... И глобус. Где ты берешь мотивацию, можно ли такую мотивацию себя перенять, короче, и промутить такую движуху, короче, с наркотиками и самолетом. Мне просто лететь скоро. Смешно, что он такой... И перестал смеяться. Если бы мне очень хотелось наркотик, я бы, естественно, засунулся. Знаешь, как ты смеялся? Причем не употреблялся. Дай тебе приколюху расскажу. Выпали чуть-чуть. Очень странно, если я очень захочу наркотиков, я их себе в жопу засуну. Как будто мать ругает. Ты прикинь, короче, телефон в жопу засунул, вытаскиваешь, такой аккуратный, аккуратный звук такой... И ты такие, ну чёрт, да это стекло. Это защитное. Защитное, да. С телефоном все нормально. Блин, а вы знаете, что вот возвращаясь к Ауе, есть такая... Каждый радуется. мы сейчас обсудили, мы сейчас обсудили термин, который называется бродяжий карман. Бродяжий карман. Ну, собственно говоря, в чем можно... Бродяжий карман, это дачку. Задний карман. Жопа, нет, жопа. Жопа, это бродяжий карман. Бродяжий карман. А вот у евреев, допустим, вот задний карман, который называется чужой карман. Чужой карман, да. То, что подспиздить могут. То, что ты положил в задний карман, типа, проебал. Да. Короче. Ибо сколько полезного вам наговорили, ребята, вообще что-то. Хавайте, хавайте, но сейчас рубрика. Так, про женщин. Про женщин, да. А сегодня с Димасом придумал, короче, что, ну, женская рубрика, женская она будет. Женская рубрика. Есть женщины, а есть женщины. Женщины. Это как хачапури, Короче, очень нравится просто нам женщин обсуждать. И девочки вообще вот такие же сплетники, наверное, как можно. Если у дома удобно, называйте, ну, типа. Я не сплетню. Ну, я в плане... Бля, я сплетни вчера ебался, пацаны. Пластите, пожалуйста. Ну, как, ну, как, скажи. Да нормально, все нравится мне. Лучше, лучше, чтобы жить. Нет. Сколько по времени? Кто был инициатором? Я. А сколько по времени, Серёжа? Сколько ты? Я не знаю. Я не помню. Ну, не, нормально, нормально. Нормально? Сутки долбил её, нахуй. С тем, что нужно, короче, в очке переносить через это. Самолёты с этим всё нормально. Да, покой. Короче, как вот пацанам понять, что с женщиной вот секс, да? Секс удался. Они же, сука, вот так делают. Ай, это было вообще... Это было прекрасно. Как тебе вот понять? Наверное, никак. То есть, если притворяется женщиной или нет. Вообще, мне кажется, короче, я, опять же, переношу параллельно вчерашнюю ночь, когда неверующая женщина упоминает имя Господня. Скорее всего, всё удалось. Я думал, если после секса на вас баба квартиру переписала, всё, опять же, точно. Ебать, какая мразь вообще. Вообще, как понять, короче, вот когда девчонки говорят, что, типа, нужно инициативу там проявлять, вот самый нелепый вообще момент в любых отношениях мужчины и девушки, типа... Это вагинальный пук. Первый поцелуй. Как... Ну, хуй, я вообще нормально, типа, я влагу ещё, типа, в унисон ибо... Я представляю, как... Что это музыкальный инструмент, да? Да-да-да, какая-то у нас сегодня вообще максимально уебищная женская рубрика. Давайте её на это вызаконимаем. Да-да-да-да, давай поговорим на чём-нибудь хорошее. Короче, отталкиваясь от вагинального пука, женщины прекрасны в любом случае. Не отталкивайтесь, это же, типа, ну, просто звук... Просто звук вагины. Оттолкнуться. Да-не, вот как, короче, понять на первых порах, когда, типа, первый поцелуй, ну, как, ну, даже просто не пойм... Ну, типа, не секс, а поцелуй. Это интересная тема, поцелуй, короче. Как вот, типа, ты стоишь такой, да, и вот... Это же максимально нелепо. Короче, самое главное, самое главное, не говорить девочкам, можно я тебя поцелую? Я, наоборот, хотел тебе сказать, можно так сказать? Не, вообще, самое, они же все, они вот... Это же игра, типа, по сути. То есть, в какой-то момент, ну, это как брачные игры животных или вообще брачные игры людей. То есть, животные же такие сидят, носорог, только как носорогих, и подходят, такой, можешь наебнуть? А у них такие брачные игры? Ну, они не, они там чешутся, там борются, да. Какая-то вот тема такая начинается, они об этом не договариваются. Вот тоже самое здесь. Самое главное найти момент, когда вы максимально близко, и когда, если ты промахнешься, не могу, можно подставать в щепочку. Что, типа... Ну, главное, чтобы вот этого нету хуйни не было. То есть, с какого расстояния, блядь, целился, чтобы промахнуться, блядь, не могу в щепочку. Ну, даже когда делок поцелуй, целый... Да, да. Делок поцелуй, когда идет, уже не так, типа, сидеть, и вот это начинает тянуться. Нет, это уже где-то, скорее всего, ну, киношку, сможет. Уже вот так лоб в лоб, да. Ну, просто уже близко. Ну, приобнять там, да. Ну, у меня как-то все само собой получалось, но просто, типа, я не знаю, как это вызвать. Типа, оп. Вот сейчас надо въебать ей в зубы. Как сегодня этот тренер посмотрели с тобой по футболу. Игорь Гамула. Ну, что я вообще без этих всяких прикольчиков, еще и если шампанского 300 хлопнет, вообще ей там не отвертится. Да, вот сначала, говорит, типа, ну, иногда могу цветы, говорит, подарить там иногда и конфетки. И, ну, бабу раскатать, это вообще легкую. Нет, тёлку. Тёлку раскатать. Ой, ой, тёлку. Тёлку, девушку. Девушку. Девушку развернуть вообще. Три секунды. Да, все, что ты. Шампанского 350 накрутить, говорит, или вкрутить, говорит. Там вообще шансов у нее нет. Мне кажется, короче, нет разницы особо. Я понимаю, что там, допустим, если отношения там в сексе, девушки и мужчины по-разному могут относиться. Но в плане вот таких дел, мне кажется, идентичны у всех и мысли, и желания, и так далее. На самом деле, да, девчонки же тоже не сильно... Ну, они стесняются, как бы, но они тоже в какой-то момент хотят и целоваться, и все дела. Я не могу совладать с девчонками, которые чуть-чуть посмелее меня в какой-то момент. Это как? Ну, типа, не то, что совладать, я прям такой, ну, всё, я твой вообще. Это как они посмелее? Ну, типа, у меня был случай, мне девочка один раз написала, как дела? Суча. Чё вечером делаешь? И я говорю, такой, Косси. Чё, да, блядь. Чё, такой был прикол, пранк? Я всё такой, ну, ничего. Он говорит, ну, может, вечер проведём сегодня где-нибудь. Я говорю, давай. И чё-то мы... Ради прикола, короче, он просто написал, к тебе ко мне. Ну, типа, просто и смайлики. Он говорит, ну, у меня мама дома, давай к тебе. Я такой, пссс. Всё, мы... Мне мама не меня. И едем мы в гостиницу. Едем мы в гостиницу. Едем мы в гостиницу. Из гостиницы не выйду я, вот. Мы краткий и краткий пересказ с нашей первой встречи, собственно говоря. Блина, я вот, знаешь, знаете, чё, короче, я понял. Я вот на самом деле сентиментальный тип. Ну, я вообще... Он сказал, я не могу с девками совладать, и вот она мне написала. Не, не, не. И я поехала, я ей потрохался. Всё, всё, мне не могу совладать. Всё, у меня делаю. Он, типа, он... Когда девчонки делают первый шаг, типа, он интересный. Он сразу все безоружный, да. Безоружный, да. Ну, это нормальная тема. Я, знаете, как делаю? Я, короче, пытаюсь себя показать очень сентиментальным, очень скромным молодым человеком. И чтобы девчонка такая про себя подумала, ай, ладно, блядь, мальчишка, давай-ка я тебя... Раскрепощу. Да-да-да, а то-то я уже раскрепощенный такой... А ты снимаешь маску? Это очень странно, кстати, тема. Вот ты тварь, не фига жестко. Не рассказывай мне кому-то. Знаете, районные приколы. Ты, короче, просто общаешься с девочкой. Вот я сейчас не понимаю, да, действительность у себя нашла. Но это уже практически невозможно. Типа, вот она там с тремя, с четырьмя, там с пятью, с моим знакомым спала. Всё, она не моё. А ты, блядь, сколько её баб? Вот так, если разобраться. Ну, и сразу какую-то порядочность в девушке ищут и считают, что количество слюни пошли отсутствуют. Ну, это сексизм, да. Ну, типа, просто... Ну, та, сексизм обычный. То есть, может быть, это какое-то отражение, я не понимаю. Просто, типа, вот она, блядь, там с четырьмя, блядь, я четырех знаю, которые с ней там пошпехаются. Ну, это сексизм. Во-первых, это Тюмень. Да, как бы, есть шутка такая, типа, я в Тюмени, скажи что-нибудь на Тюменском. Я встречаюсь с твоей бывшей. Собственно говоря... Блин, я не знаю, что это за такой тип. Для меня, конечно, секс в целом в отношениях важен, но, типа, ну, не на первом месте, короче. Если, грубо говоря, ну, типа, это же не огромный пласт вообще, типа, ментально внутри может быть. Срез это, я бы сказал. Да, ну, времени вы немного тратите. Ну, давайте, блядь, ну, полчаса максимум в день. Это вообще пиздец. Это, блядь, там, не знаю, сколько, 10 раз подряд вы должны... Ты вы просто в верхней одежде зашли домой, нахуй. Да, да, да. А общение, не общение? Просто я не знаю, почему молодые люди смотрят не на общение, короче. Да, это глупость. Короче, я как-то один раз бывший сказал, что почему она мне понравилась. Мне, я заметил, что она говорит. А сначала, как она говорит, у неё прикольный голос такой низкий, а потом, что она говорит. А потом, ну, она ещё и красивая, соответственно, если бы она... Собственно говоря, физика — это очень важная наука, если бы она, конечно, такая была, но всё равно внешность влияет. Но для меня тоже вот это главное. То есть вот это общение. Что говорит и как? То есть самое главное, наверное, вот в этом общении — это взгляд на происходящее. Да, да, да. Ну, одинаковые примерно, чтобы вы не спорили особо, просто вы понимали и принимали друг друга, да. А вот про то, что, короче, если вы хотите поцеловать девушку, мне кажется, фраза работает. Мне кажется, нет. Сейчас, сейчас. Не, я знаю девочек, которые это бесит наоборот. Блядь, возьми и поцелуй. Ну, да, да. Ну, типа, полезешь ты, короче, целоваться. Ну, и типа, ну, дадут тебе там поебалу и там скажут, нет, ну, как бы, ну, нет и нет. Зато ты попробовал. А вот это вот, типа, можно я тебе поцелуй? Не, не, не такая фраза может. Вот смотри, как она звучит. Можно я тебя поцелую? Давай только без языка. Базар, ну, да. Нет, это ты сказал, это ты сказал. Ну, то есть человек, который ещё подключил харизму, ты подключил сюда и взгляд, и это ещё с точки стороны юмора, да, подача была. Ну, это, это понятно. Братан, я подключил харизму раньше, чем твой папа подключил Ермак РМС. А-а-а, как рано, блядь. Ну, в 97-м. В 97-м. Очень радо. От моей харизмы падали... А мне, кстати, были первые отношения, которые длились 15 минут. Основанная на харизме? Да, основанная на харизме. Блядь, шутку забыл, давайте просто скажу, и нахуй закончим на сегодня. Вот про ментов, да, про эту тему. Прикиньте, если, ну, типа на другие сферы жизни перекладывать, за что могут там, например, врачей удалить, удалить врачей типа с работы, что в каком-нибудь онкологическом центре... Рак неизлечим. Нет, в онкологическом центре, короче, стоит врач на фоне больных. И говорит, ауе, жизнь волосатая. Я за ней лысый, сходи пописай. Ой, ужас какой. Э, дважды два, пять! Возле училки стоит, прикинь, дважды два, пять! Короче, она улыбается, потому что, ну, типа человек же дебил, прикалывается, а ее уволили. Дважды два, не пять же. Или пять. Тут такая, ну, хуйня в министерстве образования. Пойду башан.